Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала Страна Мурляндия. Меня зовут Оксана и я начинаю свой обзор на три видео с Амвелла Адамяна. И первое видео. Приехали долгожданные гости из Киева. В начале видео все на игрене ждут долгожданных гостей. Холодно, все вышли на улицу и думают, что их машина проехала мимо их поворота. Но нет, подъезжают. Амвелл пошел на кухню проверить, что там готовится. Что вы думаете, уже начала гореть семи забытая картошка. И Амвелл спасает ее в самый последний момент. Молодец. Гости заходят в дом сытников, осматриваются и знакомятся. Татьяна Васильевна, как хозяйка поместья, размахивая руками, проводит экскурсию в чужом доме. И потом все смотрят, как все рыбки в аквариуме поедают какую-то рыбку. Андрей печально выносит вердикт. Она была не привита. Люба рассказывает, какими прививками она привилась. Первая прививка была индийская, а вторая корейская. И Амвелл говорит, что если Люба станет похожа на индианку, а потом на корьянку, то он будет знать, откуда корни и последствия. Далее они наблюдают, как от бедной рыбки в аквариуме не осталось и следа. И Амвелл обращается к Свете, что теперь к ней будет приходить призрак съеденной рыбки. И во сне будет Сомик вылазить из аквариума к Свете на кровать. Почему он так говорит? Ну потому что Света такая сказочница, всегда что-нибудь да придумает. Честно говоря, я ей не верю. Все рассуждают, почему больную рыбку не съели, а здоровую, нормальную съели. Андрей предполагает, что эта больная теперь следующая на очереди. Ну что ж теперь поделать. Зато будем на корме экономить. Это у него шутка такая. Самвелл ищет своих. А где Коля? А где мама? О боже! Мама дрыхнет прямо в зале на диване. Сложила ножки, ручки и видит десятый сон. Не взирая на посторонних людей. Самвелл договаривается с девчатами на завтра, нужно ли ему накрывать поляну у себя на Кырломырла. В итоге решили, что лучше сходить в ресторан. И тут Света подмечает, что главное посидеть на его знаменитой софе. А также они изъявляют желание поехать на Сорочинскую ярмарку. Но Самвелл говорит, ну не знаю, как Коля, как Коля решит. Хм, да. Затем Самвелл только сказал, мама, ку-ку, поднимаемся. Планетная ждет. И тут же мама откликается, а что, уже будем ехать, да? Затем Татьяна Васильевна, возлегая на диване, рассказывает Тамаре о своем любимом из сыночков Эдичке. Как они покупают дом в Ставрополье. Самвелл тоже лежит на кушетке в окружении собак. Вилли и Долли. И рассказывает, что заказал молебен за здравие всех родственников и за упокой усопших. Далее показывает накрытый стол. И одна Татьяна Васильевна восседает за столом с грустным лицом. Ведь она же все время звонит Эдичке, но не может дозвониться. Затем она вещает, сколько угощений наготовлено. И то, и другое. Еще ж мясо будет, шашлыки, борщ. И Коля добавляет. На худой конец еще пиццу закажем. На этом видео закончено. И второе видео. Гости из Киева в гостях уборка. Самвелл прибирается у себя дома на Кырла-Мырла и уже упрел. Говорит, что Томаса утром рвало. Он даже вышел на балкончик и протирает кафельный пол. Рука подскользнулась на скользком полу, и он чуть не скинул телефон с этого балкона. Выкидывает грязную салфетку и тут же берет виноград в засвещенной корзинке грязными руками и кушает. Далее уже Люба, Тамара из Киева с парнем Олегом смотрят его квартирку. Люба жалуется, что ей не нравится одеколон «Красная Москва», которым ее набрызгал Самвелл. Далее Томасик показывает свой мастер-класс бегания в ванну с веревочкой. Дело в том, что он больше всего любит эту веревочку от штор. Самвелл показывает трюк. Кидает ее в ванну, Томас несется на всех скоростях и как победитель выскакивает из ванны уже с этой веревочкой в зубах. Самвелл показывает постельное белье, которое девчата ему подарили на новоселье. А остальные подарки он покажет в следующем видео. Затем они уже прогуливаются по городу. Самвелл покупает свистульку, наливает в нее воду, свистит в нее и затем дарит ее Любе. На этом видео закончено. И третье видео застукал маму, что подарили на новоселье. И в этом видео он показывает свои подарочки от Любы и Тамары. Это антикварная ваза для шампанского. Ну да, он же любит аквантирят. Вино и конверсия. С одной тысячью долларов. Самвелл стесняется, говорит, это очень много. Но он хочет на эти деньги купить что-то памятное. Типа картины. Ну да, конечно, картины. В доме еще ни пуфика не куплено в прихожку, ни тумбочек прикроватных. А ему не знамо какую еще по счету картину. Далее он доказывает Розу Мехам, что у Томаса нет артрита на задних лапках. Ну и затем, интересный момент, он заходит к маме на планетную. Та сидит в неглиже, нога на ногу и разговаривает с Гульнаской по телефону. Я бы помогла что-нибудь с огородом. Хоть немножечко. Кто ему будет помогать? Ты? Один Эдик только все будет делать. И все. Самвел стоит в прихожей у двери и шепотом говорит в камеру. Квартиры прибирать она не может. А там бы с огородом она помогла. Мать хвалит Эдуарда, что не забирает всю мебель и все свои пожитки. И далее рассказывает, что у него анализы вроде ничего. Думали онка, а у него не онка. Это она говорит о Самвеле. Еще бы сказала не он, а ОНО. Думаю, что это близко бы объяснило ее отношение к Самвелу. К чему-то среднего рода. И она рассказывает, что сегодня они едут в недогарке к Наде. Татьяна Васильевна сокрушается, как же теперь будет ее сыночек. Все же ляжет на его печенку. Но он же любит показывать зрителям свои болячки. Болит, не болит. Ему главное рассказать, что он весь больной. С головы до пяток. Далее Самвел поскрепил дверью ванны. И Татьяна Васильевна поняла, что он пришел. Самвельчик, ты тут? Одела платье, бусики и выходит на кухню, чтобы Самвелка их застегнул. Самвел сразу ей предъявляет. Убирать в квартире, значит, не можешь, а там в огороде ты будешь ковыряться. Мать виляет, как уж на сковородке. Поехать я все равно поеду. На пару месяцев. Самвел перечит. Мечтать не вредно. Поедешь в следующем году. Весной. Шляться сейчас ты не будешь точно. Я тебе сразу говорю. Вот когда восстановишь сахар, тогда и поедешь. Мне не надо, чтоб ты там на застольях, на шашлыках гигнула. Только при таком условии ты поедешь. В следующем году весной. Сейчас там ремонт, никаких условий, то ли это даже нет. Татьяна Васильевна спорит. Душа ее рвется к любимому сыночку Эдичке. Это тело ее еще пока здесь, на планетной. А душой-то она уже там давно, в Тавропольском крае. Сидит на грядке, ест сливы с деревьев и куча вкусностей. Гуляет по родственникам армянам. Сидит на застольях. И никто не будет попрекать ее сахаром. Далее мамка рассказывает, что ей подарили девчата киевлянки. И ко всем подаркам добавляет конвертик с долларами. Машет двумя пальцами типа 200 долларов. Далее она, учитывая прежние ошибки, решает позвонить Наде в недогарке. И предупредить заранее, чтобы та готовила к их приезду царский стол. Что вам будем сидеть ждать в этом кафе? Когда оно будет готово? Проедем, протелепаемся, все будет голодные. А если в ресторане опять стол закажут? Так сколько ж там будут готовить? Им же ехать до недогарок еще три часа. Ого! Это как от меня до Владивостока. Да, ребята, как-то на душе гаденько становится от ее отношения к людям. Она же эту Надю терпеть не может, не разрешает ей приезжать к себе в Днепр. Но сама телепается к ней за милую душу. Хочет побольше набрать у нее баулов с продуктами натуральных, своего хозяйства. Но все же интересненько, что же будет дальше. Ребята и девчата, пишите о своих впечатлениях о новых видео Самвелла Дамяна. А я не прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok